Центральную станцию аэрации на Кананевском острове ждёт модернизация. Там появятся две новые линии по сжиганию осадков сточных вод. Первый завод по сжиганию осадков сточных вод в Петербурге появился на центральной станции аэрации 20 лет назад. С тех пор капитального ремонта здесь не было. За десятилетия оборудование устарело, и печи перестали справляться со всем объёмом отходов. Это ил, донные отложения и мелкий мусор. Всё, что остаётся после очистки стоков из ливневой канализации. Сейчас перед сжиганием весь осадок обезвоживают. После же реконструкции он будет высушиваться. За счёт этого уменьшится его объём, объём газоочистки, а новые, более компактные печи значительно сократят тепловой сброс в окружающую среду и почти вдвое уменьшат потребление природного газа. Раньше, когда не было заводов сжигания, весь осадок напрямую вывозился на полигоны. А это не только неприятный запах, но и вред экологии. Специалисты говорят, на сегодняшний день сжигание осадка – это самый эффективный способ его утилизации. «В результате сжигания образуется зола. И объём этой золы в 10 раз меньше, чем этого осадка. И зола не имеет патогенной микрофлоры и запаха. Таким образом, строительство завода помогло нам не отчуждать новые площади в округе города под полигоны». Сейчас в Петербурге действуют три таких завода. Пока центральная станция будет на реконструкции, часть осадка планируют вывозить на северные очистные сооружения. Через какое-то время там тоже проведут модернизацию. Кроме того, сейчас специалисты ищут способ, как эффективно использовать золу. Один из вариантов – добавлять её в строительной смеси или после дополнительной обработки применять в качестве удобрения.